здравствуйте друзья мои на библейский портал экзегет поступил вопрос как перестать бояться смерти вопрос который звучит очень часто настолько часто что к самому вопросу надо бы задавать вопрос потому что когда мы читаем писание например книгу день апостольских видим как умирали святые люди вспоминаем жития святых создается впечатление что святые презирали смерть не боялись и апостол павел тоже говорит что для меня жизнь христос а смерть приобретение но тем не менее если мы внимательно будем вчитываться в оставленные тексты мы поймем что даже святые люди боялись смерти но они умели правильно бояться поэтому отвечая на вопрос как перестать бояться смерти нужно сказать просто нужно научиться правильно бояться правильно бояться смерти то есть мы понимаем что смерть это не итог это не переход в небытие это встреча с господом мы умираем вываливаясь из этого мира падаем на руки господа и в иконе успения божьей матери этот образ это откровение наиболее ярко схвачено и может быть даже богословски продумано когда мы видим на дре смертном тело царицы небесной вокруг нее апостолы она дни возвышается фигура ее сына и вдруг у него на руках мы увидим на душу царицы небесной на руках у господа она оказалась умереть для христианин это и есть оказаться на руках у господа правда возникает вопрос в каком состоянии мы там окажемся какими нас господь найдет воспитательницы на нашего покойного настоятель отца антони кузнецова была последняя игуменья козличанского монастыря матушка феофания так вот у нее на столе всегда лежала записочка которую маленький отец антоний тогда еще просто саша кузнецов школьник советский который отогревался возле этих замечательных матушек монахинь говоришь ему о христе саша кузнецов прочитал эту записочку которую матушка феофания всегда прочитывала и утром и и перед сном пока жив спасайся время не теряй плачь молись смиряйся будь готов и знай что когда оставишь свет позван будешь на ответ и дальше приписка боюсь трех вещей когда умру как умру где обрящусь и эту записку особенно ярко запомнил отец антоний потому что мы вечерних молитвах читаем глядя на наш одру указуя на него неужели мне одрся гроб будет то есть мы правильно настраиваемся к смерти это нечто неизбежное но это не трагический финал не пустота а возвращение к отцу на руки господу если вы любите господа можно пройти этим путем которым господь тоже прошел и царица небесная прошла и наши любимые святые прошли и мы пройдем ничего страшного с нами не случится потому что руки господа это самое безопасное место на свете внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и